Дело в том, что если бояться и очень долго ковыряться, то в какой-то момент просто перестанет ложиться вообще, в принципе, пигмент. Точно так же, как на других зонах, нет особенной разницы. Я ставлю свои сухие пальцы идеально, близко, максимально. Натягиваю кожу. И примахиваюсь, машу в воздухе. И потом, когда я достигаю кожи, я чувствую это пальцами, ощущение вибрации. Я его запоминаю. Начинаю я с самого легкого ощущения в пальцах. Я едва его ощущаю. Я прохожу мой эскиз, который там видно зафиксирован. И проверяю обязательно. Проверяю, то это или не то движение. Я вижу, что стало ярче, но недостаточно. То есть, мое движение должно быть максимально эффективным. После меня должна остаться уже прям четко видная работа. Это века, поэтому я наношу вазелин, чтобы пигмент стирался одним движением с рабочей зоны. Следующий мой проход, чтобы не травмировать кожу зря, я немножко усиливаю. Моими глазами становятся мои пальцы. Я немного-немного усиливаю, чтобы не было слишком ярко, чтобы не было большой травмы и большого отека. И снова проверяю, легло или нет. Сейчас я четко вижу, что легло. Значит, это то усилие, с которым я буду работать везде. Тут еще очень важно понимать, каким пигментом ты работаешь. Если это теневой пигмент для век, разбавленный, очень светлый, то я точно знаю, что ярче уже не будет. А если это черный пигмент, который должен быть в межресничке или в стрелке, этой яркости было бы недостаточно. Должно было быть гораздо ярче. Кожа моя натянута максимально, а пальцы мои стоят максимально близко к зоне работы. Все штрихи с одинаковым нажимом одной длины. Это все делается для того, чтобы не ошибиться, не создать пятен и везде класть такую максимально мягкую, правильную дымку. Студентов своих я учу вот так, через постановку пальцев, чтобы они почувствовали, на какой глубине. То есть вот я за пять минут с разговорами, я сделала так же ярко, как у нее даже ярче. Дело в том, что если бояться и очень долго ковыряться, то в какой-то момент просто перестанет ложиться вообще в принципе пигмент.